всем привет я павел ежов сегодня поварим пиво но цель даже не рассказать вам про какой-то рецепт это будет плл с хорошим охмелением цель рассказать про дрожжи квейк квейк воз в данном случае у меня к своему стыду признаюсь что все уже эти дрожжи попробовали один я ни разу ничего не варил на квейках купил пробую особенность дрожжей температура брожения 35-40 градусов 35-40 градусов вы не ослышались как я буду делать я буду бродить в своем цк т промпенза вот у меня есть грелочка силиконовая грелочка я надеюсь 35 градусов она мне обеспечит ну где-нибудь значит 37 там сделаем я буду через день замерять конечную плотность если действительно такое чудо и при такой температуре можно сбродить пиво это фантастика причем дрожжи я не буду как-то разводить тут вот написано что типа регидрировать и рассыпать вот на 15 минут высыпать в колбу отлично хорошая хорошая проба пл-л что взять для пл-л обычно что берут для пл-л берут пл-л берут какой-нибудь меланоидиновый солод чуть-чуть вот по круче там 150 какой-нибудь и не меланоидиновый карамельный до пл-л карамельку погуще карамельку пожиже потоньше не хочу брать такую засыпь не люблю карамель у меня будет пилс к этому пилсу у меня будет меланоидиновый для вот этой вот солодовый нажористости чтоб совсем жиденько не получилось и будет пшеничка пшеничный солод будет для того чтобы вот чуть-чуть такая муть вот такой яркость желтость солнышкость мягонькость да ну и чуть-чуть сладости да потому что это будет сильно охмеленное пиво чтобы сбалансировать все таки все эти хмели значит я давно хотел попробовать нельсон савин и давно хотел попробовать сделать правильное бескислородное сухое охмеление я покажу тоже на примере цкаты нельсон савин идеально дополняет мозаик они прямо вот созданы друг для друга поэтому начнем разгоняться где-нибудь там с 30 скажем минут кипятить 60 минут с 30 минут чуть-чуть мозаика на горечь там не знаю грамм 10 до потом за 15 минут за 10 минут еще бросим грамм 10 а на вирпул уже остатки мозаика и добавим туда пополам нельсон савин и остатки нельсона савина получается на сухое охмеление на сухом охмелении я буду держать сутки 24 часа на сухом охмелении потом хмель надо убирать почему так происходит читаем я ниша да вот эти вот схемы когда там 7 дней там да больше там меньше сколько-то я ниш утверждает появляется травянистый вкус я не хочу никакой травы я хочу нельсон савин да все помните это же как вот этот каберне савиньон да такой вот венчик очень хорошо хочется вытащить этот вкус дрожжи кей кстати должны помочь в этом потому что восквейки они не сбраживают нейтрально они дают вот эти вот фенолы все фенолы эфиры эфиры которые тоже апельсин какой-то вот ягодка какая-то вот фруктовинка то есть для хорошо охмеленного вот нельсона савином мне кажется это будет идеальное сочетание все рассказал про засыпь рассказал про это все 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 рассказал пойду варить рецепт будет внизу погнали поварим попробуем ну вот он где-то 38 39 градусов поскольку у нас в составе засыпи есть пшеничный солод вот такой симпатичный можно уже вносить пускай спокойно себе пройдется по всем своим этим белковым паузам там аминозолот бета-глюкан белок расщепить лишним точно не будет вносим солод так первое сусло мы слили давайте посмотрим что у нас с плотностью ну 15 как-то не очень хорошо ладно давайте литров 5 промывочной воды и до 12 доведем соответственно если потребуется уже просто прямо в сусло горячей водой короче то ли так звезды сложились то ли курский премиум не премиум в общем 24 литра 11 процентного сусло отправляются на кипячение не могу сказать что это плохой результат но это вот совсем не лучший результат я честно говоря думал что будет как-то получше 10 грамм мозаика поехали на 30 минут через 20 минут еще тоже 10 грамм и так щедро 60 грамм насыпем нельсен савин уже пойдет и остатки мозаика 30 на 30 и это будет уже на окончании кипячения вот прям на нулевую минуту регидрируем дрожжи честно говоря даже не верю что ну вот 35 и можно вносить дрожжи обычно это такая ситуация что ты вносишь дружи они свариваются тут 35 норм хорошо 40 терпимо не знаю ну попробуем посмотрим вот он вот он красавец и ждет и готов вот я лопухнулся я вчера когда уходил уже поздно было и у меня же новая сборка только собрал все забыл открыть кран хорошо цкты под давлением сейчас как сообразил не бродит чего-то арбук так бродит что всем до ужас какой вот вам и чудо к вейке ну да получается я уже немножко чуть-чуть подпортил картину создав самом начале избыточное давление это 10 часов прошло вот сейчас 10 утра в 10 вечера вчера закончил мать честная какой ужас это это не дрожжи это какие-то вообще бегемоты а тесто кстати попробовать какая за 10 часов насколько начальная плотность упала сейчас пробу сниму секунду это вот я уже сбросил давление это они вот так вот бродят и за 10 часов у них прошла лакфаза уже все уже начался весь этот как там логарифмическая фаза да то есть и они за 10 часов уже успели размножиться и 10 вот у меня сколько 10 сейчас уже наверно конечная плотность да то есть два процента сахара они уже успели съесть несмотря на то что своими кривыми руками я поддал им давление ну и да и там что внутри творится ферменты конечно просто страшно смотреть это не дрожжи это какие-то пришельцы космические ну хорошо продолжим наблюдения прошли сутки так давление я сбросил там по-прежнему идет лузу разгуляла вообще безумно и интрига не интрига 66 процентов то есть за первые сутки мы съели половину ним и они мы съели половину сахаров 6 процентов за сутки ну я думаю что завтра уже вообще просто все будет насухо и можно выключать и просто все пить пиво пиво готова действительно не врали я сделал температуру 35 градусов я подумал что 37 это чёт ну совсем как-то очень много 35 ну и вот вот такой вот процесс продолжаем наблюдение очень интересно 10 утра второго дня уже не такие интенсивные бульки продолжаем греть 35 градусов и смотрим что с плотностью что-то около четырех с половиной ну то есть да уже все все коротенькие сахара съедены и соответственно остались длинные и потихоньку они дображиваются то есть я думаю что где-то процентов до трех с половиной до трех мы сегодня до конца дня дойдем что мы будем делать на сухое охмеление и почему вот это вот странная конструкция вот такая вот у меня вот здесь вот вот есть да значит что это такое здесь у нас остатки нельсенсовина который пойдет на сухое это порт в который будет заходить углекислый газ отсюда соответственно этот углекислый газ будет выходить ну избыточное давление скажем да можно даже прикрутить чуть-чуть для чего все это делается да многие заморачиваются на кислород когда кидают хмель на сухое охмеление ну якобы чтобы с этим хмелем вот он туда не залетел ну хорошо ладно я не могу сказать что прямо вот так вот вот прямо так вот меня сильно беспокоит и вряд ли имеет смысл вот такое сильно охмеленное пиво хвалить хранить больше года потому что ну все равно скоро там через полгода уже от этого хмеля ничего не останется от такого объема воздуха ну вряд ли прямо вот вот все успеет окислиться но тем не менее если все делать правильно и заморачиваться то давайте значит сейчас подключим баллон и поддуем сюда немножко углекислоты баллон открываем и смотрим да то есть мы загнали сюда углекислоту под шпунтовали чуть-чуть да и соответственно таким образом мы выгоняем кислород из этого объема но может быть имело смысл снизу подключить порт для подачи углекислого газа ну и так это уже знаете совсем уже такое извращение вот немножко перестановки да и я понял что если сделать уборку то можно половину ненужных вещей отсюда выкинуть пока еще не понял как все будет дальше но как-нибудь точно будет ладно про пиво значит получилось оно вот такое ну что я могу сказать давайте сразу так комплекс ну да поехали значит конечная плотность господи конечно ну в общем поверьте мне на слово конечная плотность где-то около 3 вот прозрак можно посмотреть в колбе муть мутная вообще мутная примутная дрожжи квейки действительно за три дня при температуре 35 градусов 37 начале было потом стало 35 сбродили с 12 до 3 это моё сусло это фантастика насколько это может помочь домашнему пивовару я даже честно говоря не знаю потому что если у вас нету возможности нагревать ферментер то но дома вряд ли вы добьетесь температуре 35 градусов только если вы живете где-нибудь на юге там солнечные не знаю где нибудь части нашей родины и вот на солнышко на улицу выносите ферментер так себе история да то есть ну окей это еще один инструмент каких-то особых супер эфиров не дали эти дрожжи потому что здесь сухое хмеление здесь и так у меня есть фруктики винограде кстати нельсен савин я бы не сказал что прямо вот ну играет так что вот прямо вот играет играет все-таки несмотря на все мои эксперименты вероятно остаюсь верен классическим этим 3c до хмелям американским но тем не менее ну неплохо можно это все фильтрануть и она будет прозрачная но пиво это я варил для себя не надо даже этот рецепт повторять если вы не любите сухое пиво с явным перекосом в горечь такую и вот хмелевую историю то есть это вот а по моей мечты сухая горькая и такая очень мега ароматная можно было бы еще посуши может было бы даже вот чуть ниже трех досушить но к сожалению дрожжи уже не позволяют 12 сахаров такое сделать зато есть тело тело кстати достаточно такое плотненькое прикольно возможно я немножко подзагубил дрожжи когда в начале дал им давление то есть представляете 10 часов и через 10 часов они уже у тебя забродили размножились и уже я их поджал давлением наверное это их тоже чуть 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 капельку им не пошло на пользу ну ладно ничего страшного для первого раза неплохо ну и цикатет промпенза вон там в углу стоит он да и он держит давление это прикольно это работает это тоже круто в общем неплохой эксперимент дрожжи клейки надеюсь я дал всем теперь вот все теперь кто спрашивал меня там да что это такое вот 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 это вот такое это клейки который воз есть квейки которые осло осло крейки вообще нейтральные эфиры то есть если эти дают всякие апельсинки фруктики какие-то вот такие эфирки осло никакие за три дня 35 градусов все твой лагер готов например ну как то так диковато звучит но тем не менее ну не лайк лагера эльки такой да предположим можно попробовать кстати как-нибудь вот все спасибо что смотрели подписывайтесь ставьте лайки все там комментарии все внизу в описании под роликом ну в общем все как обычно спасибо пока пока увидимся пока